В начале очередного календарного года главы поселения района отчитываются перед жителями о проделанной в предыдущем году работе. Выступая с докладом перед активом поселения и советом депутатов, руководитель администрации сельского поселения Володарская отметил, что за прошедшие годы муниципальная территория значительно преобразилась, изменились и стоящие перед властью задачи. Чем живет поселение сегодня и каковы перспективы его развития, об этом в нашем следующем сюжете. Прошедший год для сельского поселения Володарская был во многом определяющим. Первое и одно из самых важных удалось не просто выполнить бюджет по доходам, а значительно перевыполнить его. Наш первоначальный план по доходам на 2013 год составлял 42,55 миллиона рублей. Мы серьезно поработали в этом направлении и закончили год с доходами в 69,5 миллионов рублей. Возросшие бюджетные возможности позволили решить ряд накопившихся проблем. В первую очередь в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Одним из ключевых вопросов являлась реконструкция сети уличного освещения в поселке. За счет инвестора три подстанции реконструировали полностью вообще. Кобелей переложили, я думаю, километров порядка десяти. В общем, довольно большой объем работ был произведен внутри именно поселка. Досуг жителей, их возможность заниматься спортом и физической культурой, развиваться творчески тоже немаловажная часть работы администрации на местах. И здесь удалось решить ряд задач. Так, муниципальное учреждение Центра культуры и Досуга Ладыгина в сентябре отпраздновало новоселье. В сентябре нам выделили новые помещения в новом доме, но они офисного варианта, но под кружковую работу замечательно подходят. И у нас кружков с каждым годом мы все больше и больше развиваем, в том числе и на платной основе. А детская школа искусств поселка, сотрудники которой много лет ждали благоустроенного помещения, переедет по новому адресу в течение пары лет. У нас увеличивается площадь почти в четыре раза. И плюс у нас, естественно, мы не сможем расширить и количество специальностей, и классов для детей. У каждого педагога будет свой класс. Что касается социальной сферы, то в сотрудничестве с администрацией работают местные предприниматели, оказывая посильную помощь социально незащищенным жителям. Благодаря предпринимателям наши инвалиды получают горячее питание. И так договорились, что целый год будут кормить они. Но все-таки самое главное, что удалось сделать, собрать воедино все задумки и программы развития поселения. План действия органов местного самоуправления до 2018 года получил название «Семь шагов в будущее». Он четко проработан, подтвержден исходной градостроительной документацией, источниками финансирования, расписан по срокам выполнения. Стратегия документа – от выживания к развитию. И это развитие комплексное, предполагающее работу сразу по нескольким направлениям. У нас предполагается в ближайшие годы отселение и снос ветхих домов, то есть обновление жилищного фонда как такового. У нас довольно серьезная программа по строительству объектов социального направления. Новая школа, новые сады, детская школа искусства. У нас будет проходить модернизация, очень серьезная такая кардинальная модернизация инженерной инфраструктуры поселка. Благодаря планомерной, слаженной работе администрации и совета депутатов, поселение постепенно преображается, что не может не радовать жителей. Есть очень такая серьезная тенденция для улучшения вообще инфраструктуры в целом нашего поселка. Поэтому мы, я вообще здесь коренной житель, поэтому я это чувствую. Спасибо большое, конечно, главе Гуцу Сергеевичу, он, конечно, большую работу проводит. И так и совет депутатов.